всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду подписчики меня наверно раз сто просили показать на канале рецепт брезаулы это итальянское сыровяльное мясо говядина принципиально но ничем не отличается от сыровяльного мяса в другой стране и в испании говядину сыровялят и в россии во франции в хорватии рецептуры разнятся конечно но незначительно причем нельзя сказать что вот этот рецепт только такой а вот другой стране только такой даже в рамках одной стороны отличия такие что всегда можно сказать что допустим вот вот этот итальянский рецепт точь-точь как вот этот испанский но при этом в той же самой италии найдется другой итальянец который скажет да не нифига я вот так вот готовлю и вот это и вот и так будет настолько сильно отличаться от рецепта другого итальянца и настолько сильно сходи находиться рецептом другого испанца к примеру например в той же В Италии говядину сорвяли как сухим способом, так и в красном вине. Та же самая история с испанской сорвяльной говядиной. Она называется цесина. Короче, я решил приготовить брезаволу в двух вариантах. Методом сухой засолки и засолки в красном вине. То есть соль, пряности в маринаде. Пришел вчера на рынок к знакомому мяснику и попросил из говяжьего окорока вырезать вот этот замечательный кусман. Сейчас я его зачищу от пленок и засолю. Мне тут Самура подогнала классный нож Метеора. Вот его я пробую. Все пропорции я в конце ролика укажу. Там же будут и основные этапы. Соль нитритная с содержанием нитрита натрия 0,4-0,6%. Сахар, чеснок, кориандр, черный перец, зеленый перец, душистый перец, гвоздика. Важный момент. Мне регулярно пишут дурацкие советы, типа прокали пряности, чтобы раскрыть их аромат. Пряности, а не потому пряности, что пряно пахнут, имеют пряный аромат. Этот аромат идет за счет того, что пряности содержат ароматические масла. Эти масла легко испаряются, потому они пряные, они испарением вы этим самим дышите. Когда вы пряности прокаливаете, вы ускоряете испарение этих самых масел из своих пряностей. То есть уменьшаете их аромат. Да, вы пространство кухни ароматизировали. Но в самих пряностях в результате этого масла осталось меньше. Поэтому, когда вы этими прокаленными пряностями какое-то блюдо приправляете, то в само блюдо этих ароматов упадет меньше. Я понимаю еще, когда вы в этой кухне что-то быстрое готовите, ароматизировали пространство и тут же, нанюхавшись, садитесь и едите вот это вот. Да, в вашем блюде поменьше получается этих ароматических веществ, но пространство кухни заполнено. Но, когда вы здесь приготовили, а идите, есть и делаете, допустим, в другую комнату, или тем более на следующий день, то есть через месяц, как дело с мясом сыровяльным происходит, то вы, прокалив предварительно пряности, тем самым уменьшите количество этих ароматов в готовом продукте. Зачем? Единственный момент, когда я допускаю, что можно немножечко прокалить, если вы не уверены в чистоте ваших пряностей и легким прокаливанием обеззараживаете их, чтобы мясо не закисло. Вот только в этом случае, если они у вас чистые, если вы уверены, не занимайтесь этими бредовыми делами. И вообще, пореже следуйте всяким советам дурацким на кухне, в том числе и моим. Включайте свою голову на кухне. Оба куска мяса натерли солью, пряностями, а второе вот надо залить вином. Это красное сухое столовое. Количество на глаз. Все равно мясо регулярно надо будет в лотки вертеть со всех сторон, так что со всех сторон оно промаринуется. Все, оставлю его на просолку на две недели, а то и может даже побольше, в холодильнике. Периодически, где-то раз в день, раз в два дня, может, буду вынимать мясо и переворачивать, протирать со всех сторон. Выделяющийся сок при месяце сухого посола сливать не буду. Теперь, что касается нитритной соли. По большому счету, ее использовать здесь необязательно, потому что основная причина использования нитритной соли, нитрита натрия, это угнетение палочки клостридиум бутулином, то есть предохранение нас от бутулизма. Но клостридиум бутулином внутри цельномышечного куска взяться нет куда. А снаружи пустят бактерии резвятся. Все равно они бутулотоксин только в безвоздушном пространстве выделяют, а у нас воздушные. Но береженого Бог бережет, поэтому я нитритной натрия использую. И еще момент касательно количества нитрита натрия. Дело в том, что нитрит натрия реагирует с меглобином, и если вы долго планируете вялить, то есть не как вареная колбаса, которую сегодня заложили и завтра же есть, то нужно, чтобы на долгое время вяления нитритной натрия хватило. Поэтому посол для сыровяльных продуктов идет нитритной солью, в чистом виде, то есть с содержанием нитритной натрия 0,4-0,6%. Разбавлять ее поваренной солью, понижая тем самым процент нитритной натрия, не надо. Ждем. Прошло две с половиной недели. Давайте смотреть, что получилось. Это у меня мясо в соли. Смотрите, какое. А если же, ну, здесь вообще вот яркий свет получается. А вот это вот в вине. Ох ты ж, какое оно прям темное, а. Оба куска сейчас пахнут очень приятно, но мне больше по вкусу с вином, конечно. Такой классный, яркий, теркий аромат. Отлично. Красота. Остается завернуть в пленку и отправить на завяливание. Пленка у меня коллагеновая. Спасибо Паше, я ему колбаски. Заворачивать надо поплотнее. Чтобы пленка очень хорошо прилегала к мясу, чтобы ее прям плотно обтягивала, воспользуюсь сеткой. А чтобы проще сетку натягивать было, использую кусок трубы. Ну, естественно, надо перевязать, чтобы было удобно подвешивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верятся эти два замечательных куска, будут в камере для сыровяло. Как я ее делал из старого холодильника, я показывал на канале, ролик есть. В описании видео ссылку на него оставлю. И здесь уголочки тоже повешу. Это если вы смотрите с компа, щелкайте вот так уголочек мышкой и смотрите. Температура в камере плюс 12, влажность 75% относительных. А готово все будет при потере этих кусков 35% веса от массы несоленого сырья. Ждем. Итак, прошло уйма времени, брезавола готова. Готова она очень давно уже. Она просто супер давно готова. Но сразу у меня не было времени ее располосовать. Да, к тому же я для того, чтобы выровнять влажность по всему объему кусков, завакуумировал ее после того, как она потеряла свой вес. На данный момент потеря веса составила порядка 38-40%. Короче, она у меня лежала в завакуумированном холодильнике. После окончания завяливания, наверное, добрых три недели, если не месяц, боюсь. Разрезаем. Вот эта явно более темная, которая в вине мариновалась, а эта более светлая. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Продолжение следует... Ну и снимаю пробу. Не знаю, с какой начать. Давайте, наверное, с той, которая без вина мариновалась. Ну, как-то могу сказать, что что-то особенное. Просто такое говядинка сыровяленая неплохая. Может быть, ей нужно раз в пять дольше засаливаться, не засаливаться, конечно, да, вялиться, чтобы получилось что-то неземное. Но, с другой стороны, я, наверное, все сравниваю с очень хорошим, дорогим хамоном. Поэтому у меня такое отношение. Это, конечно, близко не такое жирное, как свинина, как хамон. Сравяленый. Но неплохо. По соли все нормально. Так, теперь кусочек, который мариновался в вине. Ну, чуть-чуть поинтереснее. Чуть-чуть. Ну, и могу сказать, что прям какая-то принципиальная разница. Нет, прям такой принципиальной разницы я не ощущаю. Так что, если вам жалко вино тратить, маринуйте без вина. А вот каких-нибудь пряностей при мариновании я бы добавил. Знаете, как вот они, итальянцы, делают копу, капокколу. Но когда добавляют большое количество пряностей, это делает прям интересное мясо. Как-то так. Не знаю, что скажет моя семья, поэтому мы меня голодом. Мм, ну, вкусненько. Вкусненько. Оно не пересохшее. Видите, оно можно растянуть вот так вот. Какое он, оно слегка влажное еще. Хорошо. Хорошо. Ничего там супер какого-то особенного, но хорошо. Короче, можно готовить. Готовьте. Я не возражаю. Какое сравельное мясо может быть без сухого красного вина. Правда? На этом позволю с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Пишите свои рецепты, делитесь своими воспоминаниями, какую классную брезаулу вы где-нибудь в каком итальянском городишке пробовали. Готовьте, готовьте себе, стройте всякие камеры для сыровяла. Наслаждайтесь домашней чертырией. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok